Здравствуйте, друзья! Живу в Сибири, в Хакасии. Сегодня мой такой огородный влог про всё помаленьку. Вот как вы видите, картошку уже мы выкопали. И уже выкопали её, не знаю, числа, наверное... В общем, с неделю назад мы выкопали картошку. Но главное, что радуют ещё цветы. Ночи были очень холодные. Заносила вот в эту избушку свои георгины. Но сейчас погода наладилась. Я думаю, что ещё весь сентябрь простоит. По крайней мере, ну, не пишут, что у нас будут заморозки скоро. Вот, я думаю, мои георгины до конца сентября точно будут цвести. Такие они красавцы. Просто красавцы. Да и не только георгины. Здесь ещё всё в цвету. Абсолютно, друзья, всё в цвету. Ну, я буду вам показывать то, что я сегодня буду делать. То есть, чем заниматься. Вот я всю капусту обломала. Всё лето я никаких листьев снизу не обламывала. Кстати, вот эта краутман. Я специально её посадила. То, что она вырастает помельче. И я её буду опускать на хранение в подполье. Конечно, капуста краутман тоже долго не хранится. Да вся капуста хранится месяца четыре. А этого же нам достаточно. Представляете, если октябрь, ноябрь, декабрь, январь. До февраля она свободно будет храниться в подполье. Вот здесь у меня мегатон. И я считаю, что он в этом сезоне всё-таки у меня намного, намного меньше. Тоже неплохой, но намного меньше. Вот. Сейчас я тоже вырву свёклу. Она у меня небольшая, специальный сорт. Я не люблю крупные, большие, прямо головки от свёклы. Как варить? Вот покупаю специально такую свёклу. Она вот вырастает, некоторая покрупнее, некоторая вот такая помельче. И мне это удобно. Вот так, друзья. Ну, всё, конечно, ещё цветёт. Всё. Я довольна. Ведь всё-таки Сибирь у нас. Я живу на ю... Так, сейчас скажу точно, где я живу. Я живу в Восточной Сибири, но на юго-западе Восточной Сибири. Как бы на границе. Ну, Хакасия, это Абакан. Там на 7 градусов всегда теплее, чем у нас. Ну, красавица. Ну, красавица. Я знаю, что есть очень много друзей, подписчиков, зрителей, которые любят смотреть цветы. И вот я в этом огородном влоке буду ещё и освещать немножко свои цветочки. Вот на этой композиции вверху у меня варилась каша на огне, алисум. И я сегодня его полностью обрезала. Вот целое ведёрко настригла и просто притоптала. Будет время, я все жёлтые листочки обберу. И представляете, для чего я это сделала? Потому что это такой сорт, не смоу принцесс, но тоже вегетативный. У него даже листочки другие, он мне так нравится. А с него просто не взять черенков. И я думаю, вот он даст молодые побеги, и черенков хватит не только на всю деревню, на весь район. Ну, попутно, пока я зашла в теплицу, мне хочется рассказать об этом вот сорте. Это сорт ночная свеча. Я его вам не показывала, так как нечего было показывать. Вообще, какой-то был ужас. А теперь вот есть томаты, и я точно знаю, что я соберу семена. Они уже поспевают на кусте. И, знаете, вообще не рос. Внизу было по 2-3-4 помидорки. Они быстро рано поспели, мы их съели. Очень-очень вкусные. И замерли, замерли. И вообще, думаю, всё, ничего не будет. А слава тебе, Господи, как я переживала. Именно за этот сорт так переживала. А он, посмотрите, а он есть. Я не скажу, что слишком много. Там где-то даже, вижу, спелая лежит. Не скажу, что слишком много. Всё-таки здесь два кустика. Но есть, есть. И семена, друзья, будут. Вот заодно я вам сейчас скажу и про семена. Условия моего заказа. Обязательно закреплю ещё под видео, в комментарии. Я теперь закрепляю мои условия. Друзья, я отправляю семена. В прошлом году всю зиму отправляла. Жалоб никаких не было. Одна женщина написала, что лискин нос у неё, представляете, получился красным. Я сразу же и отправила конверт с семенами. И вместо одного лискиного носа ещё положила несколько сортов. Сорта четыре, наверное, или пять. Не помню. Самых лучших. Потому что я хочу с вами быть честной. Ну, бывает такое. Вот бывает. Если у кого-то когда-то получится пересорт, не стесняйтесь. Пишите. Мы обязательно с вами разберёмся. Вот это вот акватерма тоже не показывала. Вот такие вот бомбочки висят. Потому что вообще ничего не было. И нечего было показывать. Ну, слава Богу. Хотя бы семена возьму. Здесь обогреватель мы ставим. И до конца сентября мои томаты ещё будут висеть. Зелёными ничего не собираю. Только собирала, которые не поспели с улицы, с открытого грунта. Ну, и вот дальше рассказываю вам. Вы мне на WhatsApp пишите. А каталог у меня в Одноклассниках, в альбомах. То есть там фото. Кликните на фото. Потом на альбом. И найдёте каталог томатов. И вы представляете, там столько томатов. Я не знаю. Наверное, 200 сортов. И все-все они... Это КАЗ-21. И все они очень достойные. Вот в какой палец не ткнёшь. Все они очень достойные. Друзья. И поэтому выбираем. Пишем. Пишем адрес, фамилия, имя, отчество. Полностью индекс. И я не задерживаю ни на один день. Если это только не выходной день. Тогда уж день-два я могу задержать. Ой, там вот от Маринковой. Ну какие ещё. Я здесь почти уже всё сняла. Представляете, сентябрь. Но томаты ещё есть и поспевают. Вот. И я сразу же вам отправляю. Заказ должен быть, ну не менее, чем 10 сортов. Ну представляете, за один сорт я буду ходить на почту. 10 сортов это 500 рублей. Каждый сорт. Вот это Яша Югославский. Оббирала, оббирала его. Оббирала, оббирала. А он всё вяжет и вяжет и вяжет. Сорто. Каждый сорт стоит 50 рублей. Кладу 10 семян. Как правило, больше всегда на 2-3 семечка. Если очень мало семенные томаты, такие тоже бывают, конечно, тогда я покладу, положу, да, положу меньше. Так, друзья, что же ещё сказать. Да, пересылка стоит 250 рублей. В прошлом году брала, ну это вместе с конвертом, в прошлом году брала 200 рублей. В этом сезоне на почте подорожали почтовые расходы. 250 буду брать. И как, что ещё-то сказать. Да, отправляю заказным письмом. Всё, всё время доходит. Простым письмом, друзья, не всегда доходит. Было такое, что 70 сортов отправила я простым письмом человеку. И они не дошли. Не дошли. Поэтому, ну что для нас 250 рублей за пересылку. Зато вы будете отслеживать всё абсолютно по трек-коду. Я вам сразу же фотографирую квитанцию, отправляю. И вы ждёте свои семена. Ой, как длинные разы вам рассказала. Пока я иду домой показать, как я беру семена. И вот вам показываю свои цветы. Там тоже теплица. Иду мимо сливы. Понимаете, уже 4 ведра собрали. 5 сегодня собираем. И она всё есть, есть и не кончается. И посмотрите, сколько ещё там на низу. Название сливы не знаю, друзья. Давно покупали. И я уже забыла. Конечно, мне это непростительно. Что, Витя? На земле плохая. Ну, на земле, конечно, плохая. Я думала, ты мне название говоришь. Нет, название мы, друзья, не знаем. Вот так вот. Ну, слива вообще классная. А это-то какое чудо. Ценерария гибридная симпатия. Вот сентябрь у нас уже, середина сентября, это точно. И она цветёт всё лето. Вот просто с мая и всё лето. И вот вторая другого цвета. Здесь она цветёт уже не так густо, но всё равно цветёт. Здесь уже все молодые побеги, старые обрезы, ну, убирала вообще. Ну, цветы, конечно, красивые, хорошие, но сажать их нужно в тени. А это-то чудо ещё как цветёт. Сальвия. Пфу, Сальвия. Фуксия. И вот перехожу наверх и там. Ну, цветёт ещё, конечно, не так обильно, но красивая. Это Даркайс. Называется Фуксия. Ну, и эту красотку хочется в кадр взять. Пришла я в свою светёлку. Вы знаете, ой, семена беру просто ведрами. Ведрами семян будет много. И хочу показать. Беру вот с таких крупных семян, вот уже тресну. Это кайтитит. Представляете, какой огромный. Я не знаю, здесь, наверное, грамм девятьсот. Вот с таких беру путних томатов. Гном отчаянный, но такой замечательный. Ну, что ещё показать-то? Да, вот эти томаты. Это тигр. Сибирский тигр. Здесь вот, господи, такие огромные плоды. Это лискин нос. В общем, томаты беру очень хорошие, крупные. Здесь они уже и где-то и помельче. Но набрала семян-то точно с таких путних. С таких путних. Клубника, мисси шлаубах. О, какая. Лотаринская красавица. Здесь просто огромнейшие томаты. Ну, очень все томаты хорошие, красивые. Посмотрите, сколько уже здесь семян. Ой, а сколько в коробочках лежит семян. Я собрала, сейчас скажу, сколько сортов. Девяносто один сорт я собрала. Представляете, всё подписываю, пишу. Взяла семена 23-го года. Вот столько у меня семян только в этом сезоне. А посмотрите каталог, сколько там ещё достойных томатов с фото. С фото и с описанием. А здесь я проверяю свои томаты на всхожесть. Вот уже одну партию я убрала. Подписала, какой процент схожести. И опять, вот так рядочками по 10 семян я посеяла. Буду смотреть, подписывать всё. Если вдруг окажется, что всхожесть, допустим, 70-60 процентов, такое бывает. Она может быть потом, они, возможно, потом и все взойдут. Но я же не могу ждать. Массово взошли, и всё, я убираю. И я тогда уже пишу, и обращаю внимание, что мне надо семечек положить. Больше семян на всхожесть. Вот так, друзья, всё по-честному. Ну, хватит уже про помидоры, про цветочки. Пойду убирать свёклу. Вот так. Ну, убрала я свою свёклу. Есть она, конечно, и вот такая крупная, и помельче, и совсем маленькая. Всякая разная. Но, знаете, я не люблю большую. Я люблю маленькую. Её удобно очень варить, чистить. И, в общем, вот такая свёкла. Там вот ещё. Столько. Сейчас её всё обрежу. Помою, посушу. И сложу. Зашла в летнюю кухню за ножом, и сразу хочу показать свои томаты. Здесь томаты по сортам. Ящиков много, а в ящиках-то и томатов не очень много. Это гномы, которые росли на улице, поэтому они здесь дозариваются. Со спелых брала семена. У меня были на кусте спелые. И вот так вот они у меня по сортам, чтобы ничего не перепутать, стоят в ящиках. И в ящиках-то, и в ящиках-то, и в ящиках-то, то есть много. Вот если здесь разные лежат, то я подписываю. Всякие. Вот. А остальные все, ну, просто по сортам. Ну, и, конечно, есть на семена, которые лежат. Вот такие вот большие, крупные. Погода у нас сегодня замечательная. Солнышко. 20 градусов тепла. И вот мы работаем вот так вот в футболочках. Вот здесь я уже выкопала свеклу. Не выкопала, а обрезала. И часть у меня уже лежит в раковине. Будет мыться и сушиться. Вот. Обратите внимание. Я вам покажу сейчас, как я ее обрезала, как нужно обрезать. Ну, и хочу, конечно, показать вам наш огород. Мы недавно, неделю назад, выкопали картошку. Убрали, конечно, всю ботву. И сейчас уберем, вот уже поставили тележку, и уберем ботву от капусты, от свеклы. И будет у нас чистенько. Хочу показать, как я обрезаю свеклу. В прошлом году все показывала. Вот посмотрите. Конкретно. Ну, люди же ведь... У меня много новых людей. И просто случайные зрители. Если мы будем обрезать конкретно, то она у нас расти не будет. Так же, как и морковка. Морковь уже у меня в подполье, поэтому показывать особо нечего. И вот посмотрите, как не надо обрезать. Вот так она будет вся расти. А если мы обрежем вот так, растена не будет. Я люблю мелкую морковь, эту свеклу. Удобно с ней. Удобно ее готовить, удобно с ней обращаться. Здесь моя рабочая зона. То есть рабочий стол. Здесь даже еще соковыжималка. Конечно, она помытая, но не убрана. Она нам постоянно нужна. Дома не жмем помидоры. Не выжимаем, потому что они брызжат. И все делаем вот здесь, на улице. Раковина. Это так удобно. Такая она, конечно, старенькая, плохенькая. Но это же не важно. Важно, что мне очень удобно. И этим все сказано. Постелила укрывной. И пусть сушится моя свекла. Я ее, конечно, видите, как разделила. Здесь покрупнее положу на хранение. А вот эту мелкую я буду варить. И делать на зиму борщ. Такую заготовку. Ну, какие у меня еще сегодня дела. Я сегодня еще приготовлю джем с грецким орехом. Не буду вам показывать. Это очень долго. И мне совершенно некогда. Но вкратце вам расскажу. Знаете, вот эту. Моем сливу. Подсушиваем. Убираем косточки. И я делаю мера на меру сахара. Вообще-то в интернете. И в книжке, как-то у меня была книга. Там написано, что сахару надо меньше ложить. Мы любим сладкое. Пока еще у нас сахарного дебеда нет. И мы любим послаще. Значит, половина на половину сахар. Варим 20 минут в кастрюле, на плите или в тазу. Дальше остынет. И по новой уже варим в духовке еще 20 минут. Опять убираем. Это три этапа. И уже на третий раз в духовке варим минут 15-20 с грецким орехом. Получается, ну, замечательный, вкусный. Вот знаете, ну, вкуснее конфет. Точно. Попробуйте, вам понравится. Как я рада, что у меня метельчатая гортензия цветет и дала такие хорошие побеги. Просто рада. Батву из кабачков еще не убираю. У меня всего два кабачка было посажено, два растения. Но наросло столько этих кабачков. И знаете, и вот еще растут молоденькие. И я думаю, что... О, отломила. И я думаю, что они еще вырастут. И знаете, я собрала много кабачков. Они у меня все целые лежат. Потому что, представляете, совсем недавно набрала опять столько молодых, что приготовила полностью кабачковую икру из молодых кабачков. Хорошо очистились. Такие были славные. Поэтому, мне кажется, даже мне одного растения хватило бы. Одного кабачка. Вот здесь второй кабачок. Рядом тыква. Тыкву тоже уже сняла. Плод большой. Отдала еще деткам эти тыквы. И вот, представляете, вот она идет, идет, идет. И вот еще такая хорошая тыковка. И я думаю, ну пусть растет, пока нет заморозков. Вот так. А я думаю, она еще вырастет. И вот еще вот этот кабачок. Сейчас посмотрим. А есть ли здесь еще кабачки? Вот здесь я, знаете, не вижу кабачков. Этот можно, конечно, и убрать. Нашла кабачки. И на этом. Хотела выдрать и выбросить, но не буду. Просто интересно, какие они вырастут. Вот так вот. Растут еще вовсю. Гелениум. Спасибо моим подписчикам, которые мне подсказывают название. Я теперь запомнила навсегда. Но очень красиво. А сколько еще бутонов. Вы представляете, это же многолетнее растение. Оно будет, наверное, и октябрь цвести. А еще у меня такая работа. Пока на улице тепло, чтобы заниматься такой работой в огороде, я буду пересаживать. Вот это такое замечательное растение. Как же оно называется? Сейчас вспомню. Альтернатера. У меня есть такая темная. А это какая красотка. Вот надо обязательно ее пересадить. Вот здесь вот калибрахова. Очень красивая. Тоже надо пересадить ее в стаканчики. Потом буду брать с них черенки. В общем, вот такая работа с растениями. А еще у меня такое хорошее растение. Алоэ вера. И представляете, я уже два отросточка отсюда взяла, укоренила. Они хорошо укореняются. И вот еще два. Вон там один молоденький проглядывает. И вот один. Тоже нужно обязательно укоренить. А еще, друзья, покажу заодно. У меня такой, как азимокулькус. Или как правильно это сказать? Ну, долларовое дерево. Вот недавно дала почку. И она вот такая растет. Хорошая уже молодая почка. Уже ветвь. И вон там еще одна. Ну, я довольна. Я довольна им. Вот. Но я же укоренила еще. Давно стоят на укоренении. Уже открыты. И вот знаете, вот в таких стаканчиках укоренять плохо. Мы не видим даже никаких корешков. А вытащите, посмотрите. Я боюсь, что я наврежу что-нибудь им. Вот здесь вот по одному листочку, а здесь вот по два. Ну, не знаю, как все это будет расти, как приживется. Или он давно-давно уже сидит. Не знаю, с самой ранней весны, наверное. А может еще дольше. И ничего пока я не вижу. А здесь все-таки калибрахова. Нет, вот эта виста прижилась. И калибрахова. Их тоже срочно надо перевалить в больший объем. Как и эти растения вегетативные. Вот так, друзья, я буду заниматься сегодня. Целый день опять в работе. Ну, начну заниматься со своими растюшками. А то совсем их забыла. Конечно, из 200-граммовых стаканчиках буду переваливать уже в 500-граммовые. Или вот здесь тоже 500 и больше. А из вот таких маленьких 100-граммовых стаканчиков, вот в такие стаканчики 200-граммовые, вот так и буду им менять место жительства. Вот это вечно цветущая бегония. Вот такая хорошенькая получилась, свеженькая череночек. Я его буду ростить всю зиму. С него брать потом, может быть, черенки к весне. И большим взрослым растением посажу в вазон. Тогда, конечно, он будет выглядеть так, как выглядит сейчас у меня. Вот это растение. Оно, конечно, очень уже состарилось. Но цветет, цветет. Смотрите, как здорово цветет. Вечно цветущая бегония. И это тоже вечно цветущая бегония, только махровая. И уже лист у нее зеленый. Вот так выращиваем, чтобы они красиво выглядели здесь. По одному растению, друзья. По одному. Но вазоны большие. 12 литров. Перевалкой заниматься, ну вот просто одно удовольствие. Насыпал на донышко земли. Поставил. Подсыпал со всех сторон. И растение наше готовое. Конечно, оно грязненькое. Я потом его все оботру. Потому что горшочек был маленько сыроватый. Не досмотрела. Но все будет у меня нормально. В порядке. С чистотой. Альтернатеру тоже посажу вот в такой горшочек. Здесь, наверное, ну, грамм 500-600, наверное. Миллилитров, граммах считаю. Господи. Вот такая она уже вся. Корешки тоненькие, но опутали уже земляной ком. И, конечно, ей нужно больший объем. Сейчас мы ее присыпем. И все будет хорошо. Когда-то я писала название, потому что мне надо было запомнить. Альтернатера. Теперь я уже помню. И то иногда... Как же называется? Потом вспомню. Ну, вот так я и оставила дырочку. Забыла добавить в грунт перлит. Ну, сейчас я исправлюсь. Друзья, чтобы перлит наш. Ну, он очень пыльный и вредный. Поэтому берем, отрезаем сбоку дырочку у нового пакета, туда из леечки носочком вставляем, водичкой поливаем из леечки, вставляем в это отверстие носочек. И все, и ничего он у нас не будет пылить. Ну, я сейчас так это не сделала. Но знаю, что так нужно делать. Виста вот сидела в таком маленьком 100-граммовом стаканчике. Посмотрите, какие корни хорошие. Здесь два маленьких отростка было. И я думаю, что я ее посажу, наверное, перевалю сразу в пол-литровый стакан. Вот так она выглядит. Эта виста, знаете, желтое вегетативное растение, питунья. Если она у меня потеряется, мне ее будет очень-очень жалко. Поэтому я за ней буду следить. Пусть она в таком сразу стаканчике растет. Ну, как ухоренилась хорошо беликония вишневая. У меня такой не было, брала отросточек. Посмотрите, какие корни. Ну, я не знаю, у меня таких корней еще вот таких маленьких не было. Ну, конечно, корешки какие-то, я думаю, не беленькие. Может, они должны такие быть? Не знаю. Что-то желтоватые. Ну, понаблюдаем за ней. А эта вербена розовая, вегетативная, такая красивая. Я так боялась, что она не укоренится. Нет, корешки есть. Знаете, вот на листочках есть какие-то как беленькие такие, ну, крапинки. И я смотрела, там никаких вредителей нет. Я думаю, может, это какое-то заболевание. Я обязательно все обработаю, конечно. Обязательно. Или чего-то не хватает ей. Даже не знаю. Это мультифлора. Розовенькие такие цветочки крупные. Сейчас, если они там есть, цветочки у меня, я покажу, как она выглядит. Ой, боялась, что я ее потеряю. Но укоренилась. Вот так вот. У меня получился целый ящичек. Я даже, наверное, его поставлю в теплицу пока, чтобы дома места не занимал. Вот она. Она, конечно, только вот набирает бутончики. Но она отцвела все лето. С мая до осени. И уже цветочки, конечно, все отцвели. Но, может быть, даже и вы узнаете такую мультифлору. Вот такая красавица. И вот только начала набирать. Цвела, цвела. И будет по новой цвести. Если успеет, конечно. Прополола между делом ее. Ну, я ее, конечно, буду, наверное, опускать в подполье. Уж такая она красотка. Попробую. Солнышко выглянуло. И вот они тебе на. И вот они тебе на. Красавицы. На середину сентября-то. Красавицы. Вот. Такая. Раз чудесная. Не знаю. Очень нравится. А здесь-то какая еще шапка. Боже мой. Калибрахова. Калита дабл. Вот такая. Красавица. Ну и, конечно же. Ну как не показать шардоне. Вот такие у нее огромные-огромные цветы. Прямо. Конечно, у моей знакомой Леночки она намного лучше. Ну я довольна даже и такой. Вот. Я между делом иду в какую-нибудь сторону за чем-нибудь. И обязательно что-нибудь покажу из цветочков. Ну какие красотки. Ну какие красотки. И вот здесь за теплицей никто, конечно, не видит этой красоты. Но здесь цветет хризантема. Корейская, по-видимому. И представляете, как хорошо цветет. Ну, конечно, бутонов еще очень много. Но главное, что уже зацвела. И еще и цветочки-то такие. Прямо крупненькие там. Ну молодец вообще. Молодец. Молодец. Девочки, сажайте все кайтитит гном. Вот он, конечно, высокий. Но посмотрите, какие огромные плоды. А какие красавцы. Просто бикалоры. Вот, сейчас покажу. Ой, ну вот просто красавицы, красавицы. А вкусные-то какие. Вкусные. Вон они какие. Вообще. Нравятся. Урожайные. Здесь же уже все обобрано. Урожайные. А какой вкусный. Поставила вот сюда ящичек в теплицу. Полить я не забыла. Сейчас я все посажу, что мне нужно. Разведу водичку с актарой и привикором. И полью. Это от заваливания и от вредителей. Системный препарат. Такой как актара. Вот. Все сейчас здесь попересмотрела и нашла еще, что я должна перевалить. Вот видите, еще у меня сколько растений. Здесь вот надо все обрезать. Сейчас обрежу это ледяное небо. Посадила. О, как уже зацвела-то. Ой, я же забыла. Какая красавица. Отдельно покажу. Это бакопа вегетативная, но не махровая. Посмотрите, какая она красоточка. Мне так нравится. Цветочки намного крупнее, чем у бакопа из семян. Зацвела уже. Хорошо. Уже можно брать с нее черенки. Ой, хорошо. Хорошо. Здесь у меня тоже агирантэрум. Аргиратэмун. О, господи. Хорошо. Прижился. Зацвел уже. В общем, не потеряю. А там вот вдалеке еще. Ой, всякие колиусы, которых у меня не было. Вот. Ну и вот в этом контейнерочке открыла и вижу. Вот это надо срочно тоже. Это тоже вечно цветущая бегония, только розовая махровая. Красотка. Выглядит прекрасно. Черепашка прижилась. Смотрю, сейчас там корешки есть. Так. Что ж у меня еще здесь? Ага. А вот здесь мне надо обязательно перевалить. Остеоспермум. Вегетативный. Вот этот. Вегетативный. Больший объем. И вот это, конечно, диасция. Сейчас все я сделаю. С семенами, дастоматами совсем про свои цветочки забыла. Господи, так и недолго их потерять. Друзья, на вот эту леечку, ну, литра, наверное, на полтора, может, литр, я добавлю октары, где-то один миллилитр, и привикура полтора миллилитра, и полью свои растения. А знаете, я решила из этой леечки всю водичку перелить в опрыскиватель, и сейчас я не только полью их, но и опрыскаю, и думаю, что это будет правильно. С цветочками управилась, осталось не за большим сварить варенье. Свекла так хорошо подсыхает. Сейчас приберу по ящикам. Ну, и, конечно же, я не успела и глазом моргнуть, смотрю, никакой уже ботвы нету. Видите, у меня все убрал. А нет, не все. От капусты еще куча осталась. Закончила все свои работы. И подписала свекла покрупнее. Вот в таких она у нас волшебных ящичках. Ящички с прорезями нам достались. Это от родственников, там видно, лекарства хранились. В такой сфере родственник работает. И вот так мы ложим и закрываем. И очень даже хорошо все хранится. Точно и так же и этот ящичок. А вот здесь помельче. Это никуда опускать не буду. Буду готовить борщ. До свидания, мои хорошие. На такой красивой-красивой ноте я с вами попрощаюсь. Вот. Как же красиво еще цветут. Как же все нравится. Ну, пока-пока. Оставайтесь со мной на канале. А кто не подписался, подписываемся. Спасибо. Продолжение следует...